Добро пожаловать на программу Тушеный ягненок с вкуснейшей жареной картошкой Соус с мятой и арахисом А затем экзотический рисовый пудинг, поданный с розовым ревенем Отличная английская кухня Если к вам, как и ко мне, в воскресенье в двери радостно стучатся буквально все ваши родственники Вот моя первая подсказка Начните с конца То есть с десерта Так я сегодня и поступлю Рисовый пудинг Я хочу приготовить его с ревенем, причем летним ревенем Он растет в садах по всей стране Но если вы готовы поехать за ним в середине зимы, вы найдете гораздо более экзотический вариант Вы наверняка слышали про Бермудский треугольник Но между Уэйкфилдом, Литцем и Брэдфордом лежит загадочное место, которое называется, внимание, треугольник ревеня Площадь, на которой производится 90% зимнего ревеня в мире Я приехал на ферму, которой управляет семья Олдроидов Они выращивают 9 разновидностей ревеня на 80 гектарах земли Когда Нил Олдроид водил меня на экскурсию в шумный мартовский день, как раз начали пробиваться ростки ранних сортов Вот этот пробивается, у него листик и внутри, да, как маленькие чужие Да, и правда, есть что-то фантастическое, точно Но вот ради чего я приехал ранний темперли, или, как его часто называют, шампанский или розовый ревень Очень романтично, что его собирают при свечах Джанет, жена Нила, выросла среди ревеня Ферма переходила в ее семье из поколения в поколение Впервые ревень появился в стране в 17 веке, когда его ввезли сюда как наркотик, и он был в три раза дороже опиума Но новые разновидности, смешиваясь с другими сортами, быстро теряли свою эффективность И лишь в 19 веке ревень стал популярным растением в кулинарии Внушает благоговение, да, даже когда ты в этом вырос А быстро он растет, да Темперли может вырастать на 2 сантиметра в день, это самый быстро растущий сорт Он будто восходит в сюрреалистическом лесу Ревень растет быстро, потому что ищет света, которого ему никогда не видать, да? Именно поэтому мы его сюда и не допускаем Отсюда и свечи, атмосфера здесь почти субтропическая, да? Пожалуй, потрясающе, главным образом необычная Да, это очень необычный сорт Точно, намного слаще Слаще и нежнее, с более тонким ароматом А можно вытащить один Да, если скользнуть пальцами вниз по стеблю и тянуть, вращая его, то он выдергивается с корнем Вот так, только аккуратно Смотрите, сколько сока А его правда можно есть сырым? Да, можно Вкусно? Ой, очень много сахара И вкус ревеня очень насыщенный Слышите, как он растет? Но я всегда думал, что это миф городских жителей Нет Ну правда, вы что, правда слышите, как он растет? Да-да, и вы слышали, он слегка потрескивает Да-да, точно Ну что, слышите? Да Вот видите, я не знаю, какой стебель зашевелится следующим Это прямо-таки кулинарный вариант «Ведьма из Блэра» Прежде чем уехать, я решил познакомиться еще с одним членом семьи Невесткой Джанет Линдой Линда – преподаватель кулинарной технологии То есть для нас с вами домашней экономии Она победила в местном конкурсе рецептов со своим изобретением Хотите, верьте, хотите, нет Куриный тиккай под майонезом из ревеня Это очень странное сочетание, но я уверен, оно работает Определенно настоящее буйство цвета, но, если честно, будь моя воля, я бы не рискнул его пробовать Ну как Фантастика, отлично Консистенцию ему придают ревень Да, не только вкус То есть в нем такой острый, сочный привкус Я бы сказал, в 10 раз вкуснее, чем самая лучшая курица Точно Что ж, вдобавок к рисовому пудингу я хочу приготовить лесной ревень с легкой руки Линды в индийском стиле Сорт риса беру в басмати Это очень важно, хотя это и нетрадиционный рис для пудинга, но у него неповторимый аромат А вместо традиционных приправ, ванили и муската, использую кардамон Всего 3-4 стручка кардамона растолочь в ступке, но не измельчить До состояния кашится, как делают с некоторыми специями, а просто очистить от зеленой кожуры Очень аккуратно Вот так Очистили и все Добавляю молока и сахара и довожу до кипения, постоянно помешивая, чтобы рис не прилип к кастрюле И в конце, для насыщенного вкуса, добавляю двойных сливок Все это перемешиваю Когда рис размягчился, его пора ставить в духовку Это займет примерно полчаса на среднем огне Одновременно я поджарил розовый ревень Он выделил на противень очень ароматный сок И поскольку мы сегодня готовим с конца обеда, следующий этап – жареный ягненок Самый подходящий экземпляр для моего кармана пасется на солончаках, похожих на эти В Стерте и Соммерсете, куда я приехал, чтобы помочь фермеру Генри Фишеру окружить его стадо вместе с верным Сом Беном Волшебный пейзаж, да? Чистая правда Я не удивлюсь, если встречу здесь антилоп гну, не спеша, мигрирующих в Галстонберри Да уж, давай, Бен Давай назад Назад Возвращайся, Бен Бен, вернись Бен Собирай их, Бен, собирай Бен, вы потеряли пса из виду? Вон он А, вон он Собирай, Бен, окружай их, Бен, ко мне Бен явно упрямится перед камерой Бен, вернись Возвращайся, Бен, сюда Вот это зрелище, правда? Да Наконец, мы возвращаемся в загон, где моя задача – посчитать овец Они могут быть агрессивно настроены? По-моему, одна такая овца может меня задавить Да 139? Вообще-то было 149 Вы знали, что в колледже я проваливал математику? Ну, понятно Раза четыре, наверное Генри выкармливает овец, а Эндрю Мур из мясной компании – тот человек, который готовит их для реализации Он объясняет, в чем отличие именно этих овец У наших животных нет ничего уникального Это сафлская овца Не редкая порода, но то, что они едят То есть, ты – это то, что ты ешь Да, для них это первоклассный ресторан Да уж Эй, видите, как много здесь сортов травы и растений Это настоящий шведский стол для них Итак, что у вас входит в меню для овечек? Трава Трава, которую мы топчем Спартийно-гребенчатая Главный сорт, который размножается на таких солончаках, как этот Это и сменник И на самом деле он на вкус приятнее, чем на слух Он очень ароматный, почти цитрусовый Да, я бы его с удовольствием ел, будь я бараном А чуть дальше мы натыкаемся на следы болотного пожара, где Эндрю замечает беженца после вчерашнего прилива Это маленькие береговые крабы Они запутываются в траве? Да, и... А вон там еще один Потрясающе Прилив доходит досюда? Прилив на самом деле заливает всю долину за нами У вас не бывает проблем с продажей овец покупателями? Ведь они, судя по всему, должны сразу предполагать, что мясо будет соленое Меня многие спрашивают, а у вас соленое мясо? Нет, не соленое, это же не кулинарный процесс Это процесс их роста Их мясо очень сладкое и низкокалорийное У меня всякого сомнения, у меня лучшие ягнята, которых я пробовал в жизни А прилив бывает очень быстро, да? Надо следить с животными, они не умеют плавать Да, конечно, как чудесно работать на такой природе Да, тут очень хорошо, правда? Еще бы Конечно, немного ветрено, но при этом тихо и спокойно Очень хорошо Итак, я запасся идеальной ножкой ягненка с солончака Первое, что надо сделать, видите, вот здесь кусок естественным образом меняется Это окончание лодыжки, либо подъем к берцовой кости В этом месте я ее отделю Эта часть ягненка готовится очень медленно, благодаря чему из нее получается отличное блюдо, которое жарится само Все, что надо сделать, положить мясо в горшок Это так просто Оно и правда готовится само, а параллельно вы жарите остальный ужин Конечно, это будет не самое изысканное блюдо от шеф-повара, но приближается к тому Единственное, что я еще с ним сделаю, это немножко посолю И потом полью оливковым маслом Так мы получаем кусок мяса, вкус которого происходит из чистейшей среды, в которой росло животное Если мясо хорошее, то единственный его критерий – это его вкус Кусочек у меня постный, поэтому оставлю его прожаренным наполовину, розовым Это займет около 45 минут в духовке Лук-порей, чудесно Покупайте его в таком виде, не покупайте стриженный Это потеря времени и денег Можно использовать зелень, получается очень вкусно Я его порежу в двух местах Морковная кожица придает сладковатый привкус блюду Остальную морковь надо измельчить вместе с луком, чтобы они пропарились Ягненок в духовке, овощи тушатся, картошка жарится, остался всего один штрих Нежный мятный соус Присоединяйтесь ко мне через несколько минут, вместе послушаем советы, какую мяту использовать и попробуем лучшего тушеного ягненка в Южном Уэльсе Отличная английская кухня Я готовлю особенный английский обед с десерта Я уже сделал рисовый пудинг с ревенем Первоклассный кусок ягненка с солончаков жарится в духовке А дальше я поищу лучшую мяту для соуса И попробую самую настоящую уэльскую тушенку Но я понимаю, что подавать на стол тушеного ягненка без жареной картошки – это кощунство Люблю немного пропарить ее Немного поворошить ее в сите, чтобы придать шероховатости и получить хрустящую корочку Быстро поджарить в утином жиру И потомить в духовке Ягненку можно вынимать Он жарился 45 минут и должен быть отличным, розовым внутри Но прежде чем его резать, надо дать ему остыть Я, конечно, забегаю немного вперед, но остатки от жарки воскресного мяса Традиционно используются для приготовления блюд, едва ли не более вкусных, чем само жаркое Если вам случится оказаться в Сондерсфуте, графства Пемборгшир, в День Святого Дэвида Вы увидите, что каждый житель деревни носит с собой кружку Они не просят подаяния, и это не город сумасшедших кофеманов, нет Они ходят с кружками, чтобы оценить, кто готовит лучший суп, который, если вы не знаете, представляет собой тушенку, которая считается уэльским национальным блюдом Я собираюсь присоединиться к жюри вместе с организатором чемпионата Эндрю Эвансом Мы обойдем деревню, в ней есть 10 ресторанов и пабы, и мы попробуем тушеное мясо в каждом заведении Наша первая остановка – паб «Русалочка» на улице Стрэнд, где Мэри Морган приготовила блюдо, взявшее первый приз в 2002 году Конечно, она еще не потеряла навык Ах, как вкусно, а! Скажите, Мэри, есть ли какой-то секрет в знаменитой тушенке «Русалочки»? Ну, конечно, есть секрет, но я вам его не скажу Серьезно? Конечно Нет, он мой Ну да Я думаю, мы все росли на тушенке из разных рецептов Для меня, например, тушеное мясо всегда было полноценным обедом из трех блюд Это мясной бульон, который едят как суп Потом это второе из ягненка и овощей А еще мой отец всегда клал в тушенку яблочные клетки И это было на сладкое Третье блюдо Да, все это было очень вкусно Путешествуя по городу, мы убеждаемся, что каждое блюдо приготовлено по особому рецепту Который передавался из поколения в поколение, поэтому каждая тушенка неповторима на вкус А в некоторых магическим образом вообще отсутствует ягненок Я могу уверенно сказать, это ветчина Это ветчина, бекон или что? Ветчина и брокколи Пит из Бирмингема Мы простим его за это Отличная тушенка Но тушенка не единственный уэльский деликатес На рынке праздничной еды можно много чего попробовать Обожаю такие места, потому что в них находишь абсолютно уникальные местные продукты Вкуснятина! Ты попробуй, я сейчас язык проглочу Очень вкусно Спасибо огромное, вряд ли я сегодня еще что-то съем И снова на поиски, хотя мне кажется, я скоро лопну Однако я найду место для тушенки прошлогоднего победителя Пола Льюиса, еще одного участника, изменившего обычаю Многие не любят мясо ягненка, вот Сью не любят Но так как мы сами едим эту тушенку, мы берем первосортную говядину А еще мы делаем вегетарианскую тушенку Ого! Да, об этом поподробнее, пожалуйста, как это возможно? Но на самом деле готовится она так же, просто без мяса Пренебрежение Пола к вековым традициям в приготовлении тушенки, кажется, дает свои плоды, потому что он снова победил в этом году Итак, трудно сделать более традиционное блюдо, чем мое Жареная нога ягненка потомилась 20 минут без огня, и теперь я могу выложить ее на бок и заняться подливкой Так она обветривается и остывает в соку, который из нее вышел за эти 20 минут Это одна из причин, почему важно довести дело до конца Подливка очень жирная, поэтому первым делом надо добавить в нее муки Это уравновесит жиры Следующим шагом я добавлю один тайный ингредиент Буквально капельку уорстерширского соуса Очень медленно добавляя его в наш соус от ягненка Видите, где соки пришкварились к сковороде, остались темные пятна Если бы дело происходило в моей бойкой семье, я так люблю эти шкварки, что их бы уже не осталось Но приходится быть более элегантным и подавать подливку в специальном кувшинчике, с ситечком Но лично я бы не стал И так хорошо Так же, как и без подливы, тушеный ягненок не может обойтись без мятного соуса Но вы, возможно, не знаете, что существует более 30 сортов мяты Здесь, в Глостершире, Роб Уимперес и его жена Андреа разводят самые разные сорта трав Я ищу что-нибудь, что можно забрать с собой и растить у себя на кухне Так, чтобы у меня никогда не было недостатка в мяте для жаркого Есть ароматические сорта, фруктовые сорта, много разновидностей Даже не знаю, с чего начать Ну, с каким вопросом люди приходят к вам? Просто, я хочу выращивать мяту? Ну, некоторые говорят, я хочу выращивать мяту, какая была у моей бабушки О чем, разумеется, я не имею понятия Поэтому я прошу этих людей дотронуться рукой до листьев и спрашиваю Принюхайтесь, которая пахнет похоже Самый прекрасный аромат, чудесный, правда? Да, это мята колоссистая Ясно Да, она бьется, у нее закручивается лист, это чудесно Точно А второй сорт здесь, марокканская мята Она довольно короткая, мы ее обрезаем Вы только понюхайте, какой устойчивый мятный аромат И, конечно, вот мята перечная, вот это фантастика Интересное название, правда? Возьмите пучок этой мяты, повесьте у себя в ванной при включенном кране с горячей водой И вдыхайте чудесный запах О, да Вы выбрали, какой сорт хотите попробовать? Ну, я думаю, может, марокканскую, наверное, она лучше всего подойдет для мятного соуса Да, все начинается еще в сарае у роба Что происходит с большинством срезанных растений? Они слишком быстро высыхают, поэтому всегда следите, чтобы растения были хорошо политы Я обрезаю нижние листья, потому что они могут сгнить Делаем еще несколько отверстий, вот так Честно говоря, вы можете просто посадить мяту в компост Таким образом корни окажутся в рыхлой почве Да, мята очень живучее растение, ее можно посадить даже просто в стакан с водой Если приходят люди, которые хотят мяту, как у бабушки, вы просто предлагаете им осмотреться? Да, просто осмотреться и нарвать мяты Следующая стадия – влажная комната, где наши свежесрезанные стебли будут тщательно выращены Сенсоры жары и влаги помогают следить за тем, чтобы растения получали нужное количество воды Через пару недель мята снова будет посажена в горшок Потом отправлена в теплицу для рассады, где я заметил свой любимый цветок – настурцию Думаю, не всем известно, что у нее отличные листья для салата Да, не всем они очень вкусные, а цветы нежные – каперсы Да, и даже семена их можно есть А вот это каперсы бедняков А вон там у нас пробивается молодой чеснок, а дальше укроп Острый, да Острый вкус перца Второй раз предупреждать не придется Да уж И, наконец, мята вызревает, и ее снова можно высаживать в открытую почву Роб разбил сад с клумбами, изобретенные средневековыми монахами Которые использовали живые изгороди для разделения растений и трав Чтобы случайно не вырвать ниту, или даже опасную для жизни Просто мягко сожмите ее Сожмите, да, она довольно долго просидела в этом горшке Да А теперь аккуратно посадите ее в ямку Хорошо, когда твоими действиями руководят, а то я по натуре не самый быстрый Так вам надо... Да-да, невнимательный садовник Самый невнимательный Вы ужаснулись бы в моем саду? Я единственный человек в мире, который может убить мяту Уверен, это не так Вот отличная марокканская мята Несомненно, посетив это хозяйство, я стал по-другому смотреть на мяту Аромат у нее просто восхитительный Я сделаю мятный соус, но не по старому рецепту Я хочу что-нибудь более свежее на вид Французы называют его соус вирш, а итальянцы — сальса верде Я сделаю из мятного соуса слегка англизированную версию Только пожалуйста, пожалуйста, что бы вы ни делали, как бы вы ни крошили растения, никогда не кладите их в блендер У вас получится газонная трава Добавляем немного оливкового масла И следующий ингредиент — это уксус Из-за него мятный соус темнеет Уксусная кислота воздействует на мяту Но если вы сначала разольете масло по всей поверхности растения, это остановит процесс И придаст вашему соусу приятный зеленоватый оттенок, как у нас И каким бы он ни был, он не только вкусный, но и красивый Удивительный кисло-сладкий соус И очень-очень вкусный Итак, наш классический тушеный ягненок готов к нарезке Это совершенство Жареная картошка изумительно хрустит корочкой, а внутри мягкая В дополнение у нас тушеная морковь с луком-пореем, специальный мятный соус и, конечно, я не забыл про подливку А на десерт рисовый пудинг, красиво подрумянинный сверху, просто объедением И как пикантный штрих розовый ревень с брызгами свежих сливок Со мной за столом организатор фестиваля тушеного мяса Эндрю Эванс и мой друг, шеф-повар Триш Хилферти Какой нежный ягненок Просто волшебный И соус приятный А ягненок солончаков Солончаков, да? Так что в соусе, Джон? Мята и красный лук и чуть-чуть приправ Очень вкусно с мясом Это обычная мята из магазина, да? Нет, твердые листья В моем саду теперь плантация А это ранний тимперли Тимперли – это ранний сорт, точно Тебе надо поехать в Уэйкфилд? Фантастика, это просто великолепно Очень вкусно Это эксцентно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова